Каждый человек хочет, чтобы Новый год запомнился, как яркий и незабываемый праздник. Все мы, погруженные в зимнюю сказку, любим пройтись по заснеженным улицам, полюбоваться главной красавицей торжества – елкой, поводить хороводы, зажечь бенгальские огни. Помимо всего этого, праздничную атмосферу всегда дополняют различные пиротехнические средства. Поэтому любители острых ощущений заранее закупают необходимый товар. Сегодня, надо сказать, изобилие его на прилавках ошеломляет. Каждый может найти что-то по вкусу. Но задаются ли люди вопросом, откуда опасный товар приходит в магазины и что входит в его состав? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились к начальнику отдела охраны правопорядка и профилактики ОВД администрации Ленинского района города Бреста Николаю Самосюку. В преддверии новогодних праздников нами организованы профилактические мероприятия с целью недопущения реализации таких средств на территории района. Как правило, это центральная часть города, колхозный рынок, автовокзал. Неоднократно из года в год завозятся пиротехнические изделия из Украины и России и реализуются на центральном рынке города Бреста. Данные действия мы пресекаем. Привлекаются лица к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Штрафы начинаются с 10 до 50 базовых величин на физических лиц, от 100 до 200 базовых величин на индивидуальных предпринимателей. Сегодня во всех городах Брещена активно проводятся рейды сотрудников милиции по выявлению так называемых нелегально торгующих пиротехническими изделиями продавцов. В один из таких рейдов на центральный рынок областного центра и отправила съемочная группа Бук-ТВ. То ли время еще не пришло к активной распродаже петард и хлопушек, то ли граждане наши стали законопослушны. Но выявить нарушение стражам правопорядка не удалось. Но это де-факто де-юро. Милиционеры отмечают, что чаще всего такой товар продается из-под прилавка. К сожалению, скрытой камеры у нас нет. А потому поспешные выводы делать рано. Допускают ошибки те, кто реализовывает незаконные эти средства. Есть у нас из года в год сложилась практика перед новогодними праздниками. Различными способами ухитряются продавать нашим гражданам пиротехнические изделия без специальных разрешений. Ну и, естественно, и не разъясняя людям, как ими пользоваться. Впоследствии, конечно же, это приводит к тяжким различным последствиям, причинениям телесных повреждений, пожарами, ну и различными другими не совсем хорошими ситуациями. Помимо рынка и его окрестностей, мы посетили магазин специализированных товаров и поинтересовались, какие испытания проходят пиротехнические изделия перед тем, как оказаться в продаже. Продукция подлежит обязательной сертификации. То есть, пишется в орган по сертификации заявление на прохождение сертификации, дальше проходит отбор образцов. Образцы отправляются в лабораторию, где проходят испытания. Лаборатория, в свою очередь, выдает протоколы испытаний с характеристиками. Этот протокол направляется в орган по сертификации, где проводится анализ испытаний и присваивается уже класс опасности изделий. То есть, они испытываются на шум, на разлет осколков. Несоблюдение простых правил безопасности при применении пиротехники, невнимательность при их покупке зачастую приводит к плачевному результату. Именно поэтому во избежание трагедии в эти предновогодние дни так важно серьезно отнестись к выбору подобного товара. Ведь даже малейшая ошибка в таком деле впоследствии может стоить человеческой жизни. Не читают инструкцию. Почитав инструкцию, тем более, что возможно реализация пиротехнических изделий только бытового назначения, это первого-второго класса. И, почитав инструкцию, гражданин может безопасно его использовать. А ведь еще есть подделки. Да, есть подделки. Но при покупке пиротехнического изделия попросить сертификат. Выслушав советы сотрудников милиции, а также спасателей, можно сделать вывод о том, что фейерверки, салюты, ракеты и хлопушки хороший повод для радости и восторга представляют и серьезную опасность для тех, кто неразумно подошел к их покупке. Но придерживаясь этих нехитрых советов, вы сможете избежать непредсказуемых последствий и провести новогодние праздники безопасно и весело.